Я просто очень поражен в неформальной обстановке сегодняшнего действия и постараюсь вас не разочаровать в том числе со своей сегодняшней презентацией. Меня попросили выступить с достаточно понятной для меня темой оценки идеи. И, как правило, идея – это та штука, с которой мы занимаемся со студентами британской школы дизайна. Там ребята приходят подготовленные, я преподаю там мобильный дизайн. Генерация идеи – это моя ежедневная работа, поэтому, когда меня, например, стартаперы спрашивают, каким образом вы можете оценить мою мега-идею, я им показываю вкратце за 30 секунд вот эту презентацию. Поэтому сегодня у меня задача посложнее. Для начала мне нужно разобраться с листалкой слайдов и включить ее. Хочу вам рассказать про концепцию труду. Труду – это коляки-маляки, которые позволяют, в общем-то, развить вашу возможность генерировать идеи. И вкратце, такой простой вопрос. Что вы видите на этой картинке? Ответы из зала. Пуговица, розетка. Розетка, катачок, пуговица. 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 Еще. Пуговица. Различных историй люди видят в этой картинке. То есть, если вы здесь видите всего лишь круг с двумя кружочками внутри квадрата, то у вас что-то не так с количеством идей, которые вы умеете генерировать. И я искренне советую вам, скажем так, заниматься развитием креативности, потому что это именно та штука, которая позволяет вам генерировать кучок идей буквально на одном маленьком коротком отрезке времени, как мы сейчас с вами это сделали. У меня там есть много других картинок, но вы уже, я думаю, потом скачайте эту презентацию, попробуйте это сделать у себя. Меня зовут Леонид Лугаев. Я являюсь креативным директором рекламного агентства Nordic Emergency App. Мы работаем в Москве, в Стокгольме. И, как я уже говорил, у меня, в общем-то, идея – это мой хлеб с маслом. Из красной крови сверху. Но при этом я, опять же, имею большую длительную историю падений. И этим я тоже очень люблю делиться. Просто потому, что в 97-м году, когда я был маленький, зеленый, 16-летний мальчик, я запускал, собственно, первый бизнес, который загнулся. В 98-м я пришел в маленький семейный бизнес, который дальнейшем развивался уже без меня. В 2004-м году работал именно сотрудником крупной компании, которая тоже загнулась. И в 2006-м мы вывели компанию на IPO, которая сначала взлетела вверх, а потом красиво упала вниз, в общем. И после этого работал в различных креативных агентствах, по которым все хорошо. Что, в общем, привело меня к запуску своего собственного бизнеса. Но сегодня я хочу поговорить про идею. И идея для меня как раз начинается с определения, что такое идея. В первую очередь, это прообраз какого-то либо предмета. Для меня здесь материальная функция не суть важна. Понятно, что в мобильных, например, устройствах мы говорим про идею какого-то предложения. Вот сегодня, когда мы с Вадимом Полюгой выполняли свою вчерашнюю вечернюю договоренность перейти и искупаться в море в 7.30 утра до отправки автобуса, мы реализовывали нашу замечательную вчерашнюю идею. И я очень рад тому, что я переборол самого себя и поднял себя с кровати. Мы встретились с Вадимом, пришли, искупали, заплыли за пыльки и вернулись обратно. Когда меня спрашивают, у меня есть идея на миллион, я спрашиваю, есть ли у тебя реализация идеи на миллион. Это очень просто. Потому что точно так же люди говорят, у меня есть некое видение продукта, которое в дальнейшем будет отлично работать. Но почему-то, приезжая, например, в Новосибирск первый раз, я за вчерашних, ну, за вчера и за позавчера, слышу название Дубльгиз такое количество раз, например, которое вообще для меня заставило вчера достать телефон, скачать предложение и посмотреть. Меня спрашивают, ну, и чего ты там увидел? Я говорю, ну, все очень на Ярлитис похоже, на самом деле, если честно. Но я понимаю, что идея, которая есть у Дубльгиза, например, идея, которая есть у других конкурентов, она реализованная. И как раз эта степень реализации приводит, например, к высокой оценке этой идеи. И об этом мы сегодня поговорим. Если вы хотите продолжить историю с Дубльгами, то на хозяйке на заметку есть замечательный практический элемент, который я тоже посмотрел в других креативных агентствах. Вы рисуете 40 кружочков по 5 в ряд. Просто о-о-о-о-о-о. Дальше я очень наручу, потому что 40 раз вы говорите про выстречный круг. И пытаетесь нарисовать любую внутри этого круга картинку, которая позволит вам нарисовать какие-то разные концепции, идеи. И это как раз прокачивает вашу креативность и вашу способность к ней лидовать идеи. Опять же, результат в этом – ваша способность быстро, пулеметной очередью, создать какую-то безумную, интересную, либо работающую концепцию. Но важно видеть результат. Цвет в конце тоннеля. Куда нужно прийти? И то, что вы хотите сделать – это как раз мое желание из точки А перейти в точку Б, оказаться там, в общем-то, заработать какую-то капитализацию, монетизацию, как вы это ни назовите. В общем, мы так или иначе работаем в коммерческой, как правило, сфере. Даже если я занимаюсь благодарительными проектами, то у них есть какая-то денежная оценка. Я люблю об этом говорить, потому что я сейчас занимаюсь фокусированием своих усилий на бизнесе и на деньгах, в общем. И то намерение, которое есть у вас в какой-то момент, оно гораздо важнее, чем ваша цель. Потому что, смотрите, есть квантум времени – это секунда, например. А есть квантум намерения – это ваш маленький шаг к тому самому замечательному ощущению, как хорошо, что мы поплавали после того, как вы сделали эти несколько шагов для того, чтобы этого достичь. В работах артилекторов из Британки удивительное разнообразие каких-то идей, которые они берут и разворачивают в дизайнах мобильных предложений, потому что они это умеют делать достаточно легко и спокойно. Но выживает, как правило, из-среди этого зоопарка идей одна, максимум две на поток. То есть из двенадцати человек, которые приходят, генерируют идеи мобильных предложений, скажем так, жизнеспособность дается одна-две. Это нормальная конверсия, считаю, в большом счете. Рассказал вам уже про квантум – минимальный скачок от цели к выполнению каких-то действий. И для того, чтобы это работало в части генерации идей, которые касаются мобильных предложений, я очень часто встречаюсь с людьми, которые действительно умеют создавать хорошие идеи, но не умеют фокусироваться на том самом результате, о котором я говорю, к сожалению моему, потому что они описывают идею в начальной базисной точке А, а нужно описывать ее в точке Б, как они ее, в общем-то, видят. И история с успехом любого мобильного предложения – это миллионы, конечно же, а может быть даже и миллиарды, как у успешных предложений. Но эти миллиарды, в первую очередь, во внимании людей. И об этом я чуть-чуть дальше расскажу. Когда вы начинаете менять вот этот подход в голове, в первую очередь, людей, которые занимаются проектами, то меняется полностью вся система ценностных ориентиров. Вот я применяю это сейчас в своей жизни. Во-первых, происходит переосмысление того, где вы хотите оказаться в результате этих идей, потому что вы понимаете, что когда у меня за плечом есть замечательная идея, это все равно не означает, что я еще приду к тому результату и к успеху, который я хочу смоделировать и получить, потому что есть тысячи различных способов для того, чтобы дойти до этого. Но сейчас есть замечательное время, когда вы в две или в три пары рук можете собраться, и, ну, любимый мой формат Хакофон, например, да, там, когда вы в течение 24 часов можете создать рабочий прототип. Я всегда говорю, когда ко мне приходят ребята, которые говорят, что у меня есть рабочий прототип, и ценность их для меня гораздо важнее, потому что они уже первый шаг сделали. И показали что-то, что можно на iPad продемонстрировать либо инвестору, либо потенциальному покупателю этого приложения. Как угодно, но они сделали этот прототип, это очень круто. И система сортировки принятия решений у меня, например, сейчас в компании заточена в первую очередь на достижение этого первого маленького, но результата. И очень быстро мы от генерации идей, как от самого процесса приятного, необязательного, но мы приходим к тому, что мы нашему клиенту приносим что-то уже работающее. И вот это уже работающее, оно гораздо важнее. Масштаб этой идеи для меня всегда сложное впечатление оценки. Я вчера на летней школе в Академпарке рассказывал про силу цифр в нашей жизни, но сегодня я хочу поговорить чуть-чуть в другом контексте. Я люблю цифры, которые позволяют вам оценить в теле идеи оба богу, либо так себе, например. И большие величины, которые вы сейчас даже не можете осознать, например, это хороший показатель качественности идеи. Когда у вас коленки дрожат, и вы не понимаете, каким образом вам сделать нагрузку, которая будет там справляться с вот этим количеством запросов, это отличный показатель масштабности идеи. Вот когда вы не понимаете, чёрт возьми, как этого добиться пока ещё. А потом понимание приходит. И именно эта масштабность, она приводит к тому, что к вам приходят люди, которым интересны амбициозные идеи. Потому что если вы им приходите и говорите, ребята, у нас тут маленькая задачка на 3 месяца, ну, сори, к вам в проект не приведут те люди, которые по большому счёту нужны. А нужны амбициозные люди, нужны люди, которым интересны проблемы. И реализовать как раз такую штуку, перейти через все преграды, это задача как раз визионера, человека, который способен зажечь и сказать, слушайте, чуваки, у меня такая идея есть, вы вот прям не поверите, какая она замечательная, здоровская. И после этого вы пойдёте туда и начнёте её делать. Поэтому для меня вообще в принципе в какой-то момент привлечение от веб-дизайна к мобильным приложениям, к креативному процессу, перешло в умение, опять же, прокачивать какие-то человеческие и психологические части, я стал уделять этому гигантское количество времени. Это не про программирование, это про харизму и про умение сказать, слушайте, у меня инвесторских денег пока нет, но они будут, поверьте мне, пожалуйста. Через полгода эти деньги появятся, после того, как мы сделаем прототип. И в этот момент люди либо верят вам, либо не верят. Всё очень просто. Давайте поговорим про стандарты. Это замечательная вообще история, которую я стараюсь сейчас выложить в отдельную книгу и написать про это. Почему, например, мобильное приложение для меня отличная история, которая рушит все стандарты? Если вы знаете, поезд, который переезжает границу в районе между где-то Крестом и Западной Восточной Европой, тратит 40 минут на то, чтобы переобуть колёса. То есть там разница между двумя колеями, которые на территории других стран, внуждает, в общем, весь пассажирский состав, ну, как бы, изменить расстояние между колёсами. И это различные стандарты. В нашей жизни есть гигантское количество стандартных решений. Будь то, например, розетка электрическая, никто не задумывается о том, что они бывают разные, да, по большому счёту. Но вокруг нас, как правило, 220 вольт, какое-то количество ампер, и это стандартное решение, которое экономит нам кучу времени, денег, эмоций. И когда мы, в общем, представьте себе, приходите с японской какой-нибудь розеткой, не можете воткнуть здесь свой телефон. Вот у меня там заряжается два телефона, Вадим меня попросил воткнуть свой microUSB. У нас с ним форматы совпадают. Мы от этого получаем взаимное преимущество. И стандартное решение – это отлично. Потому что стандартный автомобиль, например, это дешёвый автомобиль. Создавать блоками программные модули – это создавать, в общем-то, коробочные решения, которые продаются как горячие пирожки. Отлично. Я всегда говорю о том, что если вы хотите зарабатывать на объёмах, это работает как раз, когда вы создаёте стандартный продукт. Стандарт – это очень круто. Это действительно так, потому что когда вы становитесь владельцем стандарта, будь то Blu-ray, или будь то USB, или третий USB, как угодно, у вас появляется огромный ресурс. Вы начинаете торговать лицензиями на использование этого стандарта. Но во всей этой истории появляются новые молодые голодные люди, как мы с вами, которые говорят, слушайте, у меня есть более крутая версия этого стандарта. И мы начинаем сражаться с этими стандартами следующим образом. Мы появляемся на горизонте, и говорим, слушайте, у меня будет более крутая, чем, например, Мадонна. Следующая версия Мадонны – Леди Гага, которая, по большому счёту, тоже поп-звезда, но она молодая, гордая, и у неё есть желание стать следующей королевой. Каким образом это используется в технологиях? Есть три категории технологических улучшений в жизни, которые позволяют вам создать инновационный продукт, который базируется на улучшении жизни. Вы берёте какой-то существующий стандарт и делаете следующим образом. Либо организовываете какие-то технологии, которые раскладывают по полочкам, либо ускоряете процессы, либо соединяете. Skype, например, это технология, которая соединяет людей бесплатно. Организация процессов – это Dropbox. И любую новую программку, ну, любое новое мобильное приложение, которое вы используете, вы можете разложить и понять, каким образом по сегментам они решают вот такого рода улучшения в человеческой жизни. Внимание, вопрос. Что такого есть в жизни человека, у которого есть смартфон? Что ему нужно организовать, ускорить, либо соединить? В первую очередь, это общение. Общение сейчас очень плотно поделено между самим голосом, это голосовое общение, когда вы общаетесь по телефону, между SMS, между WhatsApp, между Skype, между Facebook. Это все эти приложения, которые очень плотно засадили с собой грядку предыдущих стандартов, которые раньше, по большому счету, были достаточно очевидны. Это был телеграф, потом это было радио, потом это было одностороннее телевидение, а сейчас это двухсторонний голос и множественные one-to-many коммуникации уровня Twitter и другие. Появляется огромное количество устройств, у которых есть формат иванного потребления. Это те самые айпады и планшетники, которые позволяют человеку развлекаться. Поэтому игрушки, например, я всегда говорю о том, что имеют огромный потенциал, они отбирают безумное количество времени, подсаживают вас на постоянные игры и в этой как раз части процесса есть возможность создания безумных идей, которые хорошо работают. Для меня встретить человека, который уткнулся в свой мобильный телефон вот таким вот образом, как в Санкт-Петербурге на конференции «Белая ночь» мобильных игровых разработчиков. Я каждый раз, когда вижу подсвеченное снизу лицо человека, который уткнулся в телефон, я понимаю, что все, мы его потеряли надолго и 30 минут я больше этого человека не увижу в своей жизни. Все, он там. Его внимание в телефоне. И ваша задача при создании идей сделать как раз такой простой чек-лист. Будет ли человек сидеть во всем этом прекрасном многообразии моих идей 30 минут? Энгри Бёртс отвечает на этот вопрос, правда? По большому счету, вот это именно так и происходит. И когда я в следующий раз спрашиваю, что организовывать, я говорю, посмотрите на жизнь простого среднестатистического человека у нас. Вот его неорганизованная жизнь с его нормальным человеческим полтоном. У него не то, что в смартфоне бардак, у него вокруг в жизни бардак, в общем-то. Поэтому возможности для улучшения организации и ускорения масса, вы не поверите, их масса. И если вы хотите понять, какие будущие железные решения, посмотрите, пожалуйста, фильм Волли. Там все показано. По большому счету, все будущие концепты мобильных устройств это прозрачные, управляемые голосом, планшетники, которые, в общем-то, используют люди. На чем заработать? Это тот самый вопрос, который я задаю себе каждое утро, потому что у меня вся жизнь заточена на измеримый показатель этой деньги. Инстаграм – это замечательное предложение, которое, в общем-то, было оценено компанией Facebook в один миллиард. Я задал себе вопрос, что, собственно, в этом мобильном приложении стоит таких денег? Все еще просто. Возможность человека самовыразиться когда-то стоила 900 долларов, которые человек тратил на покупку фотошопа. Сейчас человек самовыражается с помощью Инстаграма за гораздо меньшее деньги. И, более того, он получает канал коммуникации со всем миром, который может, в общем, поставить лайк, сказать «Мне нравится твое самовыражение». И в этом плане как раз люди путают. Они говорят о том, что сила социальных сетей… Социальные сети – это всего лишь транспорт для достижения многочисленной аудитории, которая любит самовыражаться любым способом. Будь то кошечки, котики, все что угодно. Вот публикации в социальных сетях это транспорт для меня. А умение человека выразиться с помощью мобильного приложения – это два преимущества. Во всем этом есть слово «инновация». Инновация – это реализованная, в первую очередь, уже какая-то идея. И отличие от реализованной идеи инновации – это то, что она существует в виде какого-то продукта, прототипа, и она работает. Более того, в результате фантазии творческого процесса появляется какой-то продукт. Есть второе определение, оно чуть-чуть отличается, базирующееся на уже существующих стандартах. Когда ко мне приходит стартап и говорит, мы создаем совершенно новое, ранее не существующее решение на рынке, я говорю, ребята, это неправда. Потому что любое, в принципе, приложение, которое вы создаете, оно базируется на предыдущих нуждах человечества, которые до этого как-то были закрыты. Они были не так эффективно закрыты, возможно, они были не бесплатны. Но вы создаете что-то уже на существующих стандартах. Вы постоянно карабкаетесь вверх и внизу остаются старые стандарты. И это постоянный процесс улучшения, когда, в общем, вы можете это сделать либо бесплатно, либо быстрее, либо лучше, либо более организованно. Поэтому для меня, опять же, успех – это умение человека, первое, сначала нагенерить безумную массу идей, как мы с вами сделали это вначале, выбрать из этих идей наиболее жизнеспособные и иметь в себе в общем стальные яйца для того, чтобы привести эту идею к этапу реализации и сделать инновацию. Умирает очень много проектов как раз на вот этой последней части, на запуске, когда проявляется уже лодж, и там требуется уметь общаться, умение зажигать людей, умение организовать процессы, умение выбить, черт возьми, деньги. И вчера, например, когда я общался с создателями дальнобойщиков, для меня то количество усилий, ресурсов и времени, которое, вот я пообщавшись полчаса с Ириной, гендиректором компании, понял, что слушайте, я не дооценивал, например, те процессы, которые нужно в игровой индустрии тогда, когда они запускали 10 лет назад. Прямо респекту вашу. И следующий вопрос, на что потратить время в беззавыске продукты, это те самые шаги, которые нужно сделать, когда вы говорите все, мы выбрали эту идею, решение принято. Потратьте, пожалуйста, 60% времени на исследование за столом. Вот сядьте за этот стол и сделайте тест и сёрдж. Потому что не мои слова, вот Егор Аристокисян, креативный директор компании Article Media, говорит о том, что с тем количеством приложений, которые приходят каждый день в App Store, порядка 600-800, вероятность того, что вы придумали уникальную идею, практически стремится сейчас в пудру. И иногда проще похоронить замечательную идею, увидев уже отлично работающий чужой конкурентный продукт, нежели чем вписываться в создание второго, третьего, пятого клона Инстаграма. Поэтому, когда ко мне приходит стартап из Алматы и говорит, что мы хотим запустить следующий конкурент Фоскве, я говорю, ребята, вы опоздали на 5 лет. Сори, мы как бы поезд ушёл. И по большому счёту мои рекомендации это предооценивание процесса исследований в проектах. Я сам точно так же очень увлекающийся человек. Это моя огромная, в общем, негативная часть. Я беру и начинаю сначала фигачить, а потом оказывается, что 12 конкурентов существует. Это грустно. Пишите гриф. Ну вот, собственно, задачу, которую вы хотите получить, в котором чётко прописаны ваши желания, в какой точке вы хотите оказаться. Это очень сильно помогает нам в нашей жизни. И для того, чтобы расширить историю поиска, причина, почему у вас должны скачать это предложение и почему оно должно быть лучшим в мозгах потребителя. Если у вас нет одной строки, которая объясняет это, то значит, вы недостаточно хорошо сделали вашу роман. И чем чаще вы озвучиваете вашу идею, тем лучше у вас получается передать смысл этой идеи другому человеку. То есть в вашей голове эта идея отлично звучит, и она укладывается, она сидяет, она замечательно крутает. А потом вы приходите и начинаете говорить «Ну вот, знаешь, как Instagram, только за 1,99 и ещё с интеграцией с банковскими карточками». А потом ты сидишь и думаешь «Чё, вот я дурак, как-то не получилось объяснить всю глубину моего креативного решения». Пишите на бумаге, потому что умение написать на бумажке вот эти вот самые слова это то, что компьютер и смартфон меняют в моей жизни вымывают очень серьёзно. Я когда начинаю вот как бы пальцы разминать со своей скоростью печатания, забывая о том, что умение просто сформулировать с ним нескольких гораздо важнее и рассказать это человеку, который сидит на противнике. Опять же сила цифр, потому что когда я говорю «Давайте перейдём в точку B», они спрашивают «А что такое точка B? Чем чётче вы описываете это в километрах или в долларах или в количестве скачиваний? Мы пришли туда или нет? У нас появился миллион или нет? У нас появился миллиард или нет? В чём мерить это уже ваши мечты и ваши фантазии, но чем чётче будут эти цифры, тем чётче вы будете понимать прогресс и динамику. У меня всё. ну я так и заявил, вопросы у нас не предусмотрены, поэтому спасибо большое за ваше внимание. А, предусмотрен. Окей. Ну тогда вопросы.